всем привет зацвел у меня вот такой вот шикарный малыш это фаленопсис мании видовой фаленопсис и давайте я вам сегодня немножко порассказываю про мани вообще и так эти фаленопсисы можно найти восточных индийских гималаях в непале бутане мьянме в южном китае и вьетнаме и этот фаленопсис растет вблизи лесных ручьев и болот что в сочетании с густым подлеском в этих лесах дает очень высокую влажность течение всего года несмотря на то что на прилегающих территориях достаточно сухо так что этот малыш нашел себе местечко поудобнее для него и прекрасно там растет селится он на высоте примерно 35 метров над землей и вот пишут про него что выбирает он деревья с более грубой и плотной корой вот такой вот интересный парень это достаточно теплолюбивый фаленопсис и достаточно нетребовательный к освещению у меня этот товарищ растет со всеми вместе в моей оранжерейки так пока честно вам скажу вот лично себя по этому экземпляру ничего не расскажу скажу что вот ну просто пьет как конь это да вообще честно говоря последний мы фаленопсис и покупки пьют как кони конечно это сейчас связано с тем что вот цветоносы часть из них пришла с цветоносом как этот товарищ поэтому в общем цветение не моя заслуга моя заслуга только то что я не загубила вот но бутончики нарастают и конечно в этот период просто литрами пьет воду и кстати наращивает корешочки что очень и очень радует но вообще по условиям скажу так восемь десять тысяч люкс это если цифрами если по простому то стандартное освещение для фаленопсисов и в принципе можно растить на подоконнике но надо будет немножко потенять единственное что по свету можно сказать такое требование у него это световой день не менее 12 часов вот ему важен хороший световой день полный ему необходимы перепады температур как день-ночь так и сезонные поэтому на это тоже стоит обратить внимание и вот то что можно сказать про сложность то все замечают что этот фаленопсис требует дополнительную влажность у меня влажность в принципе неплохая в оранжерейках 50 так скажем в среднем ну прям когда совсем жарко и плохо туда может быть 40 но в удобный для выращивания орхидеи в нашем климате время года это да весна осень то 60 70 держится легко но опять-таки у меня постоянно работают вентиляторы которые постоянно гоняют воздух поэтому проблем с гнилями бактериалками у меня там к счастью нету так с марта по сентябрь рекомендуется для этого фаленопсиса частый и очень обильный полив и конечно же в жаркие летние месяцы этому надо уделить такое отдельное внимание потому что он не любит пересыхать если честно и вот собственно к тому что он не любит пересыхать это вот он поливается когда субстрат просох вот только просох сразу поливаете не стоит его долго держать сухим особенно когда проблемы с влажностью воздуха и когда действительно очень жарко и где-то с октября этому товарищу полив немножко сокращается по февраль ну опять-таки в наших климатических зонах мы так и делаем потому что у нас и температуры понижаются и световой день и вообще яркость освещения становится меньше поэтому мы скажем так на автомате это все делаем приходится так и кстати вот в эти месяцы ему можно дать постоять сухими дата просохнуть и чуть постоять сухим буквально парочку дней больше это стимулирует в дальнейшем активный рост и цветение то есть такая возможность фаленопсиса чуть-чуть передохнуть и вот я бы сказала что этот фаленопсис все-таки относятся к тем которые имеют такой период покоя небольшой с чуть более длинными просушками с понижением температуры и это действительно хорошо сказывается на их здоровье и на пышность цветения вот такая вот прелесть небольшой цветочек но очень зрелищный очень ах солнышко ушло так хотела поснимать на окошке при солнечном свете чтобы правильно передать этот цвет цвет играет вот этот вот на лепесточках играет от красного до коричневого очень приятные очень глянцевый замечательный ну что ж на этом буду заканчивать чуть-чуть вам порассказывала я надеюсь вам будет полезно именно по этому экземпляру вот сейчас в своих условиях по уходу более конкретно точно я расскажу попозже когда он у меня хорошенько обживется мы притремся и посмотрим так но в своей первой коллекции я в общем-то особо с ним сложности не испытала кроме конечно пересыхал он у меня сильно летом да вот проблема была слаженностью сейчас я надеюсь с появлением оранжереек и больше опыта у меня уже то таких проблем у меня не случится на этом я буду заканчивать ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь этим видео в группах с друзьями где вам будет удобно буду очень благодарна в описании как всегда ссылочки на мои соцсети где можно будет посмотреть фотографии этой прелести как она распускалась вот собственно когда распустится много цветов и будет целый букетик и в общем то там же можно кстати посмотреть мою книжку по большей части видовых фаленопсисов по уходу что и как им надо ну посмотрите большое еще раз спасибо всем солнечных дней пышных цветений пока пока